Мы на месте. Мы приветствуем Санту, интересуемся готовы ли она диагностики и чистки, доверить ли она нам свое биополе на период сеанса? Она доверит. Хорошо. Скэнер просканирует эту мантию, отключи ее, выведи ее из биополя вместе со всеми сопутствующими чипами, датчиками, имплантами и конвекторами. Они подсвечиваются, выключая их, выводи полностью вместе с мантией из ее биополя, как все выходят, отправляя в клетку-тюрьму. Пошел процесс. Здесь нет чипов, у нее завязана она на шее. Хорошо, снимай. Готово. Хорошо. Я даю команду на счет 3, скэнер сканирует пространство над головой Санты, под ногами 360 градусов вокруг нее, скэнер сканирует систем тонких тел Санты, находит все. У нее спрут. Спрут. Лизард. Есть. Инсектоид. Есть. Инкуб. Есть. И бес. Десятый. Десятый? Это бес? Не демон? Не знаю, кто он. Ты кто, бес или демон? Демон. Значит, только совершил переход с девятого уровня. Понятно. Хорошо. Десятый он. Итак, чья это мантия? Инкуба. Инкуб. Понятно. Хорошо. Идем дальше. Кто из вас сидел больше 15 лет или 15 лет? Лизард сидел. Лизард. Понятно. 17 лет. Вот это как раз есть эмоциональное состояние, о котором она писала нам, что она недовольна эмоциональным состоянием и внутреннее волнение у нее идет, недостаток энергии, нет интереса к жизни. Твоя работа? Волнение его волнует. Волнение. Хорошо. Сколько находится бес в этом биополе? Четыре года. Сколько инкуб находится? Шесть лет. Сколько находится инсектоид? Два года. Сколько у тебя инкубаторов? Один. Хорошо. Спрут, сколько ты находишься в этом биополе? Восемь лет. Какие все долгожители прям. Кто из вас находится в квартире мы сегодня чистим? Спрут. Спрут. Демон. Демон. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать другие вопросы. Вы будете на них отвечать. Даю команду тонкой копии. Санты спроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогены низкой аббрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мысли форм. Пошла энергия по каналам чужеродного по отношению к Санте. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Демон, 4 года ты сидел. За что ты был ответственным? За какой дискомфорт? Как она ощущала твоё воздействие? Какой-то я её дискомфорт ощущал. На это и зашёл нелюбовь к себе. Она сама от себя раздражается. Да ты что? А я усилию. Ну, в принципе, ты зашёл на свою чистоту. А нелюбовь к себе – это очень опасный фактор, открывающий двери всем сущностям. Вообще всем. Скажи мне, где находится лярвовое биополе? Сердечная чакра – это понятно. Есть на горле и груди. Горло и груди. Низ живота. Да. Всё. Остальные затемнения. Хорошо. Тебя интересуют лярвы? Интересуют. Затемнения? Тоже. Хорошо. Когда придёт твоя очередь, сначала снимешь всё, что осталось в биополе. Я дам отдельную команду. Доложь мне на месте. Я сразу тебе дам команду, чтобы ты снял эти лярвы и затемнения. Ждём окончания реверса. Готово. Устанавливай фильтр с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Санта забирает всю чистую и светлую божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная. Чистая. Один, два, три. Всё, что не похитили. Всё, что не изъяли до последней капли, возвращает Санта себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает всё своё себе обратно. Усилие потоки в 50 раз. Готово. Хорошо. Начинаемся с прута. Спрут. Выходи. Снимай все свои подключки. Отключайся полностью. Жидкость отсасывай. Возвращайся назад. Приступай. Как она тебя ощущала? Что это было? Каша в голове? Давление на голову? Что именно? Давление было. Понятно. Вот причина давления. А ещё у него жидкость есть. Он её уберёт и высушит. Это в его интересах. Потому что проверка будет проходить скэнером несколько миллионов герц. Если кто-то что-то оставит или забудет, он просто сгорит по каналам в этой клетке. У неё присоски лицо. Да. Голова, плечи. Но она это ощущала по-любому. И лишняя жидкость, чтобы его содержать. Понятно. Он всё вытащил. Лизард, выходи. Вытаскивай свое гнездо. Отключайся полностью. Ничего не забывай. Приступай. Лизард не хочет. Он привык там. Он очень медленно всё вытаскивает. Лизард, я сейчас открою портал в галактическое ядро и вытащу сам. У тебя есть выбор. Он знает все её реакции. Хорошо. Я знаю твои реакции, Лизард. Ты мне время стоишь. Я снял. Выходит инсектоид. Вытаскивает свой инкубатор вместе с креплениями. Отключается полностью. Ничего не забывает. Возвращается назад. Приступай. У него тоже определённая жидкость есть. Конечно, есть. Он её вытащит тоже. Высушит всё. Готов. Инкуб. Выходи. Вытаскивай всё, что ты оставил в её биопуле. Ничего не забывай. Возвращайся назад. Готов. Хорошо. Демон, твоя очередь. Выходи. Отключайся полностью. На месте доложи, что ты всё снял. Я дам команду на лярвы. Он с ног снимает конструкцию. Колени. Щиколотки. Там он был. Между ними сидел. И как она ощущала это на физическом плане? Что это было? Как старая тляча. Хорошо. Болело всё. Всё болело. Понятно. Теперь вы знаете причину Санта, почему это болело. Ломило ноги. Понятно. Значит, на ногах тоже должно быть затемнение. Понял. Разрешайте забрать все лярвы и все затемнения, которые есть в биополе. Ничего не забывай. Возвращайся назад. Приступай. Готов. Хорошо. Все-всё сняли. Даю команду на рассинхронизацию Санты с спрутон, лизардом, инсектоидом, инкубом и его мантией и демоном. Пошла рассинхронизация до 100%. Заканчивается автоматически. У нас лизардом сильно синхронизировано. Хорошо. Ждём пока рассинхронизируется. Если он будет тормозить, он идёт сразу в галактическое ядро без разговоров. Нет, он показывает, что она реагирует всегда одинаково. И он на этом синхронизировался с ней. У неё ограниченные реакции всегда одни и те же. Дай мне пример этих реакций, о чём идёт речь. Когда ты воздействуешь, что происходит? Мне нужна ситуация, чтобы я понял. Это жизненная ситуация. Она всегда одинаково отвечает или машет руками. Движения одинаковые делает. А когда она говорит что-то в этих ситуациях, что она говорит? Негатив? Или что это получается? Или согласие? Или как мне это себе представить? После твоего воздействия? Что происходит? Ты сказала, реакции идут. Я спрашиваю. Это защитная реакция. В основном негатив. Негатив. Откуда он поглощает свои энергии? Хорошо, Санта. Вы открыли сами дверь, так сказать, для сущности своими реакциями. Это очень важный фактор. Обратите на это внимание на стандартные реакции. Любая эмоциональная негативная реакция понижает наши вибрации. Она говорит, что иногда мои реакции меня саму раздражают. Но чьи они мои или они помогли мне, я уже даже не скажу. Ревиз закончился. Согласен. Это трудно. После 17 лет воздействия это очень трудно. Свои энергии отличить от чужих. Но вы это ощутите уже буквально с завтрашнего утра или даже сегодня. Как вам станет легче? Итак, включая внутренний белый свет Санти. Этим светом она выдавливает из себя все негативные патогенные низкооперационные чужеродные энергии, остаточные энергии на частотах интерферентов и их подключек. Свет пошел, энергия выходит, формируется в шар. Перед ней. Шар. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. И даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Подхожу к Санти. Помогаемая энергия. Сигнуть ей все каналы на счет. Три, один, два, три. Удар. Отлетает канал и отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, канал выходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Демон, тебя интересует эмоциональный фантом? А как же? Хорошо, я тебе дам эмоциональный фантом, потом отпущу в квартиру. В квартире ты соберешь за это время все, что я оставил. После этого ты мне покажешь все порталы. Я их закрою. И после этого я тебе еще могу собрать весь негатив в квартире, в дорогу. Устраивает? Устраивает. Значит, кооперируй. Выходит эмоциональный фантом Санты. Проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы. Также всю низкоаббрационную эмоциональную энергию. Все это низкоаббрационная ересь, генерированная, проецируется на ее эмоциональном фантоме. И фантом выходит. У меня большой, как клуб, фантом вышел. Хорошо, Санта. Эти клубы негативных энергий – это ваша самостоятельная работа. Здесь вам уже никто не мешал. Это ваши реакции и ваши энергии. Вы готовы от них отказаться и вытащить? Да, конечно. Отлично. Сворачиваете энергии в шар. Забираешь демон? Да. Отправляю демона. Готово. Хорошо. Сейчас я открываю два портала в квартиру Санты для спрута и демона. Каждый собирает, что оставил с демоном, как договорились. Я прихожу, проверяю, отпускаю. Открывается два портала в квартиру Санты. Один, два, три. В один уходит спрут, во второй уходит демон. Закрывай, опечатывай, растворяй оба портала. Готово. Хорошо, Лизард. Как бы тебе не было жалко, но если тебе твоя жизнь дорога, ты больше никогда не попытаешься даже войти в эту биопуля. Все понятно? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте Лизарда. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту, закрывая, опечатывая, растворяй. Готово. Инсектоид. Ты больше не придешь никогда. Все понятно? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте инсектоида. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту, закрывая, опечатывая, растворяй. Есть. То же касается инкуба, инкуб больше никогда не придет в это биополе. Все ему понятно? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба. Он уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяй. И под его мантией, открывая воронку в галактическое ядро, она уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Клетка пустая? Да. Поехали по частотам. Сила моего намерения, да, будет так, а так и есть. Прочитала она? Ты знаешь, она прочитала, но она не чувствует его абсолютно. Что-то ее сковывает, какой-то страх у нее внутри. Дай еще команду на магию. Хорошо. Переходим на частоту магии. Все видимое, все невидимое проявляется, подсвечивается в ее биополе. Все артефакты подсвечиваются, все контракты подсвечиваются, воздействие. Все, что есть на частоте магии, проявляется. Нет, у нее магия. Но ей, знаешь, вышли как глаза, кто-то смотрит на нее и давит этим взглядом. Там демон стоит за этим. Глаза есть? Но самой магии нет. Глаза есть? Да. Хорошо. Отправляю в клетку тюрьму. От этих глаз выстраивается канал, притягиваю. Того, кому принадлежат эти глаза в клетку тюрьму. Стоит в клетке тюрьмы. Пожилая женщина. Пожилая женщина. Хорошо. Итак, я обращаюсь к демону, который находится в пожилой женщине. Ты меня слышишь? Или тебя вытащит? Он ручит изнутри. Вытаскивает демона, стоит рядом с ней. Да, будет так, а так и есть. Ты не можешь его вытащить. Там нет магии. Хорошо. Если нет магии, если он там ручит, я его предупреждаю. Сейчас достану шар энергии царя Соломона. Он будет безвредный для этой женщины. Но тебя он сожгет, паразит. Ты меня слышишь? Достаю шар энергии царя Соломона. Я заслужил твое внимание или ты будешь дальше играться со мной? В общем, здесь информация идет, что она сама должна быть сильнее. Это свекровь его. Я знаю, кто там сидит и так далее. Итак, демон, ты меня слышишь? Меня не интересует, каким образом и как ты будешь это делать. Но я тебе говорю, когда Санта будет стоять перед этой женщиной, ты отвернешь внимание этой женщины в другую сторону. Она никаким образом больше не будет ни пытаться ненавидеть ее и что угодно. Потому что если я получу какой-то сигнал, что опять что-то не в порядке с этой, связанной с этой женщиной, в которой ты сидишь, мне придется достать тебя. Я этого не хочу делать, но я тебя достану. Поэтому ты приложишь все усилия для того, чтобы она уходила сразу, эта женщина, в другую сторону. Пусть у нее страх будет, пусть что угодно будет. Это твоя работа. Делай, как ты считаешь нужным. Переведи ее внимание на другой объект. Все понятно? Ну, ему понятно, но он не обязан это делать. Хорошо. Здесь уйдет информация, что Санта сама должна быть сильнее, чтобы ее не подавляли. Ее внутренняя сила и манифест, который она прочитала, не чувствуется. Она сама скована страхом. Это верно. Так и есть. Но одно другого не касается. Демон меня услышал? Услышал. Хорошо. Возвращай эту женщину назад в ее биополе. Закрывай, печатай, растворяй. Хорошо. Итак, Санта, если вы действительно не возьмете свою жизнь в свои руки, то получится так, как получается. Вы должны проявить свою волю, вдумайтесь в смысл манифеста, где стоят слова. Вы берете ответственность за свою жизнь в свои руки. Какую же вы ответственность берете, если вы боитесь? Мне надо учиться чувствовать манифест. Я буду стараться. Вам перешлют этот текст манифеста. Но дело в том, что не только надо манифест чувствовать, вам надо чувствовать гордость за себя. Вам надо испытывать свои, чувствовать свои энергии. Вам надо понимать, кто вы, любить себя. Из всего этого, если этого нет, появляется страх. Когда появляется страх, открываются все двери для сущностей. Эти сущности, которые были, уйдут. Уж мы их отправили, но другие придут, если вы не будете, серьезно относиться именно к самой себе. Любить себя, установить контакт со своей душой, общаться с ней, заправлять энергией. Каждый день сбрасывать весь негатив из своего, выдавливать из себя, как мы показали в этом сеансе. Кроме того, вы должны выставлять меркабу, которая защищает вас. Не просто формально выставлять, а чувствовать ее, визуализировать, как она работает, как она вас защищает. В этом и есть активная защита вас, как личности. Если вы этого не будете делать, значит придут другие те, кто посчитает, что это их энергия, если они вам не нужны. Вы это поняли? Да, поняла. У меня много работы. Много. Хорошо, но лучше позже, чем никогда. Пока живем, все можем изменить. Итак, переходим к процедуре закачки энергии подъема вибраций. Посмотрите, сколько энергии нужно Санте и какая частота вибраций. Будет ей комфортно. 380 и 24. На счет 3 макушку головы Санты начинает поступать 7 высокоэбрационных потоков по 380% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Чистота вибраций поднимается до 24 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Готово. Хорошо, Санта, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Неспокойно, тепло и уютно. Хорошо. Сейчас мы вернем вас назад в вашу систему Биоробот Душа и сразу перейдем к чистке вашей квартиры. Для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Санты в ее систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем к каждому органу каждой клеточки, извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта.